И снова, здравия желаю, товарищи, с вами Паша Фриман, на связи. У нас очередной ролик в формате лайф-обзора, посвященный Хризантеме-С. Это уже вторая машина за последнее время, за которую вы голосовали у меня в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на него, ссылка есть в описании. Ну так вот, что мы с вами имеем. БВ-рейтинг 9,3. У нас двойная пусковая установка, в которой находятся довольно серьезные ПТУРы. Один из них это 9М-123 на 1200 мм бронепробития и 6 кг тротила на борту. С дальностью стрельбы до 6 км и плохой скоростью полета в 550 метров в секунду. А еще у нас есть осколочно-фугасная ракета 9М-123Ф. У нее на борту 9,2 кг тротила на эквиваленте, бронепробития, правда, всего 61 мм, потому что, как бы, ну, фугас. И дальность стрельбы до 6 км. Тоже она наводится по лазерному лучу, как и первая. И скорость полета не в 550 метров в секунду. Ей лучше, наверное, стрелять по каким-нибудь вертолетам, зависшим на одном месте. Хотя, в целом, я считаю, что можно использовать и тандемные 9М-123, как основные ракеты. Фугасные брать не обязательно. Еще у нас есть тепловизор второго поколения на БВМ-рейтинг 9,3. Это очень полезно на больших картах. А самое главное, это радар, позволяющий захватывать и вообще обнаруживать наземные цели. При этом, если вы захватите радаром наземную цель, выстрелите в нее птуром, то можете спусковую установку навести на другую цель, а радар продолжит направлять первую ракету в одного противника, а вы вручную вторую ракету в другого противника. И в итоге вы можете проразить две цели одновременно. Но таких ситуаций в ракетинге бывает, не сказать бы, что много. Но сама возможность такая имеется. Также могу отметить максимальную скорость в 70 км в час, а скорость заднего хода в целых 20, что для советской техники вполне себе прикольно. Ну, для российско-советской. В боекомплекте у нас суммарно 16 птуров, и его можно брать под завязку. Углы вертикального наведения у нас равны от минус 5 до плюс 15 градусов. Это значит, что мы можем немного стрелять вниз, то есть играя от холмов, и чуть-чуть наверх, то есть совсем вверх, прям очень высоко мы орудия поднять не можем, пусковую установку точнее. Но хоть какая-то возможность у нас все-таки имеется. Что же касается бронирования, у нас машина закрыта, скажем так, небольшими экранчиками по 10 мм, а за ними находится составная броня толщиной в 60 и в 43 мм. 60 во лбу, 43 в круг, в остальной имеется в виду круг. В крыше у нас вообще нифига нет, 15 мм, и пробиваемся мы туда абсолютно с чего угодно. Но это не означает, что в лоб мы что-то можем танкануть, все равно автопушек уже достаточно для нашего с вами уничтожения. Асов на машину ставить, в принципе, смысла нет, потому что у нас автомат заряжания, и скорость вы, как бы, перезарядки не увеличите. Короче, давайте поехали в бой, и посмотрим, на что она способна. И надеюсь, что нам попадется какая-нибудь большая карта с открытыми полями, потому что в городских условиях, мне кажется, хорисантема такая себе. Ну, кстати, в принципе, к спадром, ну, более-менее подойдет. Ай, блин, я не на тот этот поехал, не на тот респаун. Я хотел в поле встать, ну ладно. И, соответственно, начерпуем смотреть, что у нас из этого всего выйдет. Хотелось бы, конечно, увидеть какого-нибудь противника в двух экземплярах, чтобы пробовать реализовать возможность стрельбы по двум целям одновременно. Но, наверное, у нас это не получится. Но зато мы можем с вами очень быстро ехать, и это радует, конечно же. Потому что база, я не помню, от БМП-3, что ли, у нас, если я правильно помню. Может, я ошибаюсь, если что, подправьте в комментариях. В любом случае, подвижность хорошая. А самое главное, что мы можем с вами кого-нибудь обнаружить радарчиком. Кстати, какой у нас бывой рейтинг? Слушайте, похоже, мы в топ-списк попали даже. А-а-а! Ну, хе-хе, это уже не важно. И такое бывает, когда вы просто поехали немножко не туда, решили вернуться туда, куда надо, и в итоге вас уничтожает, пока вы проезжаете мимо. Потому что все-таки половина боекомплекта пусковой установки нашей это... Туры? Так, это что там-то? Блин, чертовы заборчики, как это меня бесит. Взводят все фугасы, все кумулятивы, все взводят на себе. Вот, как видите, у нас, как бы, боекомплект половину боевого отделения занимает, даже, наверное, больше половины. И это, конечно, не прикольно для нас. Так, вот, как будто бы радар... Ага, радар сложил этот чувак. Блин. Сложил радар, а толку только кого от этого нет. Что-то, мимо, пролететь. Что еще происходит, нам? О! Это что, леопард? Ну да, кстати. Леопард стоял! Вон, второй какой-то чувачочек. Здрасте. Так. Ствол орутий, заряжающий, все? Это все, что ты сломал ему? Я тебя сейчас сломаю. Кстати, видите, вот, пусковую установку мы... Хех. Кстати, маркер упреждения, он, видимо, работает у всех. Так, у нас, разумеется, есть еще и отображение. Отображение не только на радаре, но еще и чуть выше прицела. Идет отображение того, что мы видим с вами наземные цели. Так, меня очень напрягает вся ситуация, в которую мы попали, потому что я мало того, что не туда резнулся, тут еще и огромное количество заборчиков, еще и противников много катается. Короче, как-то тут тяжеловато. Зенитка, вроде, сейчас уже отрабатывала по кому-то. Короче, какой-то боек первый вообще супер неудачный какой-то попался. Кстати, да, забыл еще сказать, что у нас с вами техника отображается, в том числе и уничтоженная тоже. То есть она будет у вас отображаться на радаре. Блин, танка. Ты че? Ты че танкуешь тут, птуры? Знаешь, какой-то птур стоит? Он дорогой. Он, конечно, не такой дорогой, как танк. Но неприятно такой птур в булак упускать. Так, ладно. С этим справились. Периодически смотрим за небом, потому что может и воздушная техника появиться. Например, какой-нибудь вертолетик веселенький. С прикольными птурами. И близко нам, к сожалению, приезжать, по сути, никуда смысла никакого не имеет. Кстати, башня дергается на крыше. Отлепика залетела башня на крышу. Прикольно получилось. Так, что я все еще никого не вижу, но очень хочется поехать. Прям руки чешутся поехать на захват точки. Я понимаю, что поехав туда, меня, скорее всего, завалит. Так, кто-то стрелял птуром. По-моему, по-нашему стрелял. Я? Или мне показалось? Ладно, давайте поедем чуть-чуть вперед. И сразу словим снаряд, наверное. Вот, сейчас опять птур будет. Не один. Несколько птуров. Где-то, короче, кто-то сидит. Какая-то птуровозка. ЗТ-3А2. Гваровская техника приехала. Вот это да. Она там тоже может, кстати, позицию, скажем так, выгодную занять. И атаковать так, что мы ее там потом не достанем никак. А еще у меня, кстати, одна проблема. Один птур я отстрелял. То есть у нас сейчас одна ракета осталась в пусковой установке. А для того, чтобы перезарядиться, нам надо ее отстрелить. То есть заранее перезарядить, к сожалению, пусковую установку нельзя. Надо стрелить обе ракеты. Только потом начнется перезарядка. Кстати, тоже такой, ну, я бы назвал, наверное, минусом машины. Потому что если ситуация боевая будет такая, что вам придется по двум танкам сразу стрелять, то, к сожалению, вы можете это не успеть сделать. А еще там я слышу злых гепардов. Реликоны стреляют. Нам, кстати, разнесли, оказывается, всех здесь. Постоянно приходится в ПНВ, в тепловизор, точнее, переходить. И радар что-то палит, вроде бы. Ладненько, пробуем переехать на захват. Может быть, успеем захватить. Будет неплохо, если получится. Как минимум сбросить, видимо, получится. Это уже хорошо. Блин, только что у меня в голове какой-то минус еще был. Вот всплыл минус такой. А, не, наоборот, плюс. У нас пусковая остановка с вами на ходу не сворачивается в походный режим, как-то это было на штурме. У штурма С там как раз-то вы начинаете ехать, и пусковая остановка убирается. Но там один, кто всего. При этом. А тут у нас два. И он не убирается. Что, как бы, существенно более эффективно. Так, давайте сломаем забор, потому что мне что-то вообще все здесь напрягает. Особенно вот эти вот стрельбы за гепардов. Злых и нехороших. Извините, ребята, у меня тут это телега. Сейчас я ее выключу. Ракеты мимо летают. Пополнение бы комплекта, как видите, идет, не сказать бы, что медленно. Так, давайте отстрелимся все-таки. Ух ты, это здание можно стести было, оказывается. Вот это что. Короче, бой максимально скучный. Я потом, наверное, обрежу просто лишнее с него. И просто, наверное, больше боев сыграем. Как результат, ну, результаты, как бы, не очень. Да, седьмое место в команде. Два фрага всего лишь. И это за два выезда. Даже на открытых картах бывают неудачные дни. Карта у нас с вами Аляска. Причем с одним захватом точки. Не в том месте, где было бы нам удобно. Ладно, будем пытаться что-то с этим сделать. Есть, конечно, у меня одна идея, которую я не очень одобряю. Но было бы неплохо занять вон тот холмик. Правда, наверное, меня очень быстро срисуют. Так как, если вы не знали, друзья, ну, хризантема у нас водоплавающая птица. Так, правда, что-то как-то, когда вот так вот как-то через жопу заезжаешь в воду, эти машины начинают трясти во все стороны. Так, ладно, вроде все. Заплыв у нас идет. Фишка этого холмика в том, что он, скажем так, имеет большую высоту на фоне вот этой вот равнинки, где находится у нас точка. И, правда, он весь открытый. И мы, скорее всего, не сможем нормально протоковать противника. Может быть, только одного, если. Нас, скорее всего, запалят по этим, как он называется, тепловизором. Кстати, у нас там деривация едет. Значит, мы пали минимум в 10-0. Есть не выше. Так, ну мы переплыли. Сейчас попробуем занять вон то место. Конечно же, когда вы все это будете делать, бой уже может к этому моменту закончиться, потому что, знаете ли, союзники, они такие веселые и прикольные ребята, иногда попадаются, которые любую ситуацию, даже выигрышную, превратят в проигрышную. Блин, и нам все уже пишут, что верните сюда поле боя. Путь и какой. Я никуда не собирался уезжать. Просто беру более выгодную позицию. Хотя, опять же, я не одобряю это место. Но, может быть, кто-то из вас его для себя подчеркнет. Если же вы играете на подобных машинах, типа, хризантемы, штурма. Хотя штурм, я не помню, он может переплыть или нет? Хризантемы, вот, может. Так, вижу кучу стрельбы всякой. И при этом что-то как-то тишина какая-то. А, деривация на водичку поехала. Так, пулеметные очереди, я вижу. Какие-то пулеметные очереди. Но не понимаю, откуда именно они идут. Вон он, вон он, вон он, братишка наш. Так, не знаю. Деривация с этим абрусом слишком долго воевала. Я не знаю, подсосал фраг или не подсосал фраг. В общем, если подсосал, извини. И если помог уничтожить, то всегда пожалуйста. Правда, смотрите, мы уничтожили одного противника. Ну да, уничтожили одного противника и нас сразу же спалили с этой позиции. Поэтому она, ну, не сказать бы, что полезная. Но, с другой стороны, блин, мне просто особо тут больше некуда уехать. Противник, кстати, едет по центру карты в больших количествах. А наших, между прочим, ни одного по правой стороне карты не поехало. Вообще. То есть они могут там вообще безнаказанно нас объехать. И просто зажать нам респаун. Жаль, что горизонтемы нельзя атаковать на ходу. Вот это было бы хорошо. Ну, имеется в виду на полном ходу. На первой боевой скорости можно. Когда вы автопилот включаете. Круиз-контроль, точнее. Один раз вот я нажал. Да, вот у нас 3 км в час. Вот на таком ходу мы можем с вами воевать. А вот чуть больше разогнались и все. Больше ничего не можем. Точку нам уже захватывают. Вот обидно, что не можешь ворваться куда-нибудь, да, и быстро проатаковать. Потому что, блин, нас, во-первых, спалят. Не дадут доехать. Во-вторых, нас просто расстрелять могут пулеметами. Ой, у нас команда кончилась, по-моему. Так. Они уже сюда, видимо, пытались проехать. Его мое. У нас и правда ситуация в бою какая-то нездоровая. Ай-яй-яй. Лучше бы какая-нибудь поля Польши повыпали. Значит, какая-то эффективность у нас сомнительная. Оп. Опа. А он взял и выжил, да, МБТ-70? Какой ты хитрый маленький мальчик. Опа. Еще один чувачок. Еще из Су-572, ё-моё. Или ВЗ-305. ВЗ-305, понятно. Еще хуже для нашей авиации, потому что у него радиофугасики имеются. Чувак меня увидел. Там еще один вдалеке, и он меня спалил уже. И... И этот нас спалил, да? Он в нашу сторону целится, не пойму. Вроде бы нет. Ух ты, нифига себе. Особо опасен какой получился. Такой заворот Птура. Любой, блин, позавидует. Любая Птура-возка. Ай! Блин, забрал Эксэмку, а нас сзади объехал Страйкер. Ну, как бы... Результаты боя... Ну, оставляем желать лучшего, ребят. Четыре фрага первое место, остальное все. Все, у нас как бы все закончились. Ох, будем надеяться, что следующий бой будет получше и с союзниками, и с ситу... Нет, это еще хуже, ребят. 38-я параллель. Одна из самых несбалансированных карт, причем у нас еще и респаун, который проигрывает вражескому. Потому что вот эти вот ребят, которые вот здесь вот рисуются, они встают сразу вот сюда за 2 секунды. И пока ваша команда начинает вот так вот долго выезжать, вот здесь вот всех уже расстреливают вот так вот диагональным прострелом через всю карту. И ничего вы с этим не сделаете. Поэтому тот респаун верхний, он более выгоден. Как ни крути. Крути, верти, что угодно, хоти, а вот он выгоднее, чем наш. Так, а мы попали еще и куда? 10-0. Второй раз не в списке. Ну, ладно. Или даже третий. Э, э, э! Я не попал. Я не попал два раза. Что-то переволновался и не попал, нифига. Нельзя волноваться. Надо с уверенностью стрелять. Иначе нифига не попадете. Активной разведки не хватает. Ох, как не хватает. Был бы хороший бонус к ней. Кризантемки. Нет, они уже могут и спереди на нас выехать. И вон там тоже может кто-нибудь выехать, нас вынести. Кстати, можем из этой щели пострелять? Интересно. Проблема в том, что мы не можем с вами прям совсем сильно закрыть полностью себе машину. Потому что все-таки прицел наш торчит практически вот он, короче. Вот здесь прицел. Если бы у нас прицел где-нибудь вот здесь под пусковой установкой был, было бы лучше. Он, короче, пытается заехать куда-то непонятно куда. Непонятно зачем. Я еще понимаю, зачем это делать мне на супер-мега-картонной машине, у которой, кроме как, туров нихрена нет. Зачем это делать на Ройкоте? Моя голова, мой мозг отказывается понимать этого человека. Блин, жалко двоих не смог. Че, я лёпику сломал только привода башни? Ой. Как-то... Как-то не круто совсем. Все, он задом сдал. Спрятался. Ну, ладно. Хотя в Бекляйте забрали и на том спасибо. Так, ну дымами он тут подпаливает. Подпёрдывает. Оп, оп, оп. Кого-то видел. Кого-то видел и уже пропустил. Блин, 38-я параллель. Ну зачем? Вот тут зачем? В далеке вроде никого не видно. Там вот на холме кто-то есть. Ну, поэтому я вам и сказал, что геймплейчик, ребят, крайне специфичный. Мне вот такое вот не нравится. Вот где-то стоять, дергаться от любого звука, от любого шороха в твою сторону. Это всё не очень как-то. Гусеницы и опять привода сломают. Да что ж такое-то? Мы точно тандемом на метр 200 стреляем с огромным количеством взрывчатки? Или мы стреляем каким-то... Ну вот сейчас, может быть, мы сейчас... Можем попробовать реализовать данную машину в качестве зенитки. По вертолёту. Главное попасть в него. Ой-ой-ой. Чё такое? Чё такое? Чё такое? Почему так дёргаешься? А он увернулся от нас? Он от нас увернулся. А мне уже, кстати, стрелять-то почти нечем. О-о-о-о. Ой. Хе-хе. Хе-хе-хе. Ай. Ой. Вот как бы всё. Уехали. Так, вертолёт завис на месте. А хренас 2 его вообще снесли оказывается. Да, слушайте, придётся мне много подрезать в этом видосе. Ну ладно, чё поделать. Вы сами выбрали хризантему. Машинку, которую нельзя в любых ситуациях применять хорошо, одинаково. А чё, Ройка-то заехал всё-таки? Боже, он всё-таки заехал. Или ему кто-то помог? Так, ну тут кучу противников перебили, которых мы немножечко подпалили. Так, надо за вертолётами тоже последить, кто фиг знает. Ой, какая скукотища-то. Вот это вот, вот это вот всё. Наконец-то я кого-то увидел. Это был Лёпик первый. Я так долго здесь стоял. Минуты три, наверное, стоял. Просто ждал, когда кто-нибудь появится. Его моё, жесть какая. О, сумолётики. А, всё, за кроту улетел. Эх, жесть. Может, поедем до Б? Б. Летит. Чё-то летит. Назад-назад-назад-назад-назад-назад. Чё бы это ни летело, оно летит куда-то в облёт. Может быть, мы в это самое не попадём. Спилотник кого-то светанул. Понятно. Просто зенитка. Летит меня, пожалуйста, по прямой. Блин, да не вверх. Прямой. Если бы он по низам хотя бы шёл, мы бы ещё могли проатаковать. Попытаться. А он, блин, не идёт по низам. Всё, мы потеряли две ракеты, и походу на нас. Г-91 заходят, чтобы нас уничтожить. Да. Так оно и произошло. И ещё один у нас получился крайне посредственный боёчек. Давайте ещё одну каточку сыграем, и будем, наверное, закругляться. Да, слишком мало ночных боёв на топовых боевых рейтингах. Давайте ещё больше зимних боёв. Точнее, не зимних, а ночных. Чтобы всем нравилось. Потому что всем же нравятся ночные бои, правильно? У нас же в Ротандере не просто так много боёв попадает ночных. По-бругому рейтингу вроде попали опять вниз списка. 10-0. Может быть, даже 10-3. И тут, на самом деле, воевать нам особо неоткуда. Потому что, ну, вся карта простреливается практически. И можно, конечно, вот в такой-нибудь спрятаться сейчас за холмик. Вот здесь, потому что, скорее всего, будут объезжать. И можем с вами повстречать обстунов. Какие у нас ещё варианты есть? Не поехать же в город. Сейчас мы можем? Нет. Радар не работает на разведывательный беспилотник. Захватить мы его не смогли. Ну, собственно, друзья, как я и говорил. Геймплей не очень интересный. Да, в некоторых ситуациях можно как-то реализовать. Опа, Лёпичек где-то стреляет. Можно реализовать Хризантемку. Но всё же эти ситуации, они довольно специфичные. И лучше вообще, не знаю, там, вторым или даже третьим выездом брать её. Потому что вот как основная машина. Только на больших картах. Ага, вижу противник. А он меня видит. Бабах. Это была Пума. В коем-то веке, который отъехал от попадания ракеты в неё. Так, там ещё что-то засвеченное, кстати, есть. Возможно, Леопард, который нашего забрал. Я тут никак не могу выехать таким образом, чтобы под него не подставиться. Самому выстрелить можно было. Вот опять стоял его. Ты стоишь, чё-то ждёшь. И тебя при этом лазерным дальномером за полсекундочки спаливают и расстреливают. Потому что по-другому ты не можешь. То есть выкатиться так, чтобы полностью быть закрытым от противника, невозможно на Хризантеме. А на этих боевых рейсиках, как видите, это критичная проблема. Потому что вас за полсекунды могут уничтожить ломиком. Хоть и у вас самих, конечно, птуры хорошие. Одного из нас снесли вертолётом. Вертолёт я пока не вижу, но я вижу самолёт, который у меня пока радаром не захватывается. Блин, мы ещё и на белом этом фоне едем. Мчимся. Так, блин, вручную я, кстати, не доведу, наверное, ракету. А, не, я уже в принципе её не доведу. У нас углов наведения не хватает, чтобы можно было протоковать. Кстати, у литки раньше, помните, была механика такая, что ты мог прицел как бы выше поднять, чем у него есть вообще возможность подняться. И типа ракеты доводились раньше. Даже вот настолько высоко летящим целям. Так, давайте, короче, ждать, когда он протокует, потому что по-другому я никак его не могу забрать. Чё? Стрела у нас отрабатывала. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Не попал. Ну что такое? Блин, теперь ещё есть самолёты, стали уворачиваться. Обычные, блин, порошевики. От таких замечательных ракет с жёстким захватом ещё цели. Обычный Тарье-335 оказался. А полёт ракет-то понерфили? Чё-то... А, это моя ракета самоуничтожилась, наверное. Вон он! Вон он! Эх, стрела его смогла забрать. Так, небо больше не вижу. Блин, авиация тоже такую огромную опасность представляет вам. Просто вы не представляете. Просто малейший обстрел в вашу сторону. И вы в ангаре. Ракета-бомба, вы в ангаре. Арта, вы в ангаре. Капец. Любовь фугасное воздействие тоже в ангар отправляет. Ох, хризантемка, хризантемка. А вот, блин, если реально поля больше, либо красные пески, которые у меня, кстати, забанены. Потому что я не люблю эту карту. Вот красные пески как раз-таки для хризантемы были бы неплохие, мне кажется. Чё-то меня напрягает тот факт, что наши доехали до вражеского респауна практически. У них почти вся команда ещё живая. Наши центр города держат. И при этом противник куда-то подевался. А вот и вертолёт. А куда у меня ПТУР улетел? А нет, всё нормально. Ой-ой-ой. Ты что делаешь? Ты зачем так делаешь? ПТУР, вернись на траекторию. Вот. Когда вражеская авиация плохо уворачивается, тогда ПТУРы долетают. Ну, кстати, вообще ПИ-24П хороший вертолётик. Я на него, кстати, делал обзор. Если не смотрели, гляньте. Ну, вообще, заходите на канал почаще, посматривайте обзорчики. У меня их много, очень, я бы даже сказал, много. Контента завалишься. Обсмотреться можно. Заодно подписывайтесь, ребята, на мои запасные каналы. На Дзене, на Рутюбе, во Вконтакте в группу подписывайтесь. ВК-плей для стримов. Потому что, мало ли, Ютубчик-то уже бац-бац, и всё, и не будет у вас контента. А там всё есть. Ну, не всё. Не 100% я там перенёс контента, но очень много. Так, вижу Зеню, 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 вижу. Бабах, инвол, да, отлично. Я думал, что бабах. А он бессмертный. Всё нормально у него. У них там, получается, две зенитки, да? Так. Или даже уже три. Попадание в радар с выбиванием радиатора. Ой. Мне ваншотнула Зенитка. Куда-то. Куда она мне ваншотнула-то? В микрокусочек корпуса. И вот снаряда этого было достаточно, чтобы нас ушатать в лоб. Вот так вот. Хризантема снова проиграла. И, как видите, нормальный, адекватный какой-то результат, как на обычном танке, там, типа, 5, 7, 10 фрагов сделать. На ней можно. Но всё-таки так редко это будет происходить, что, ну, как бы, ситуативно. Ситуативная машина, ребят, как я и говорил весь ролик. Машина крайне специфичная. Применять только на больших картах. Исключительно на своих боевых рейтингах. Хотя можно и повыше взять, потому что туры хорошие, как бы тандемные, пробивают любого противника. Можно ими пострелять по низколетящим вертолётам, посносив их. Прямо летящие самолёты тоже можно сносить. Но, блин, реализовать её, как обычный танк, скорее всего, не получится. Если вы будете сближаться с противником в городских условиях, близкий контакт у вас будет. Мало того, что вы можете не попасть в него из-за специфики прицеливания. И из-за того, что там будет какой-нибудь кустик, либо заборчик вам помешает. У вас скоро взведётся в него. Вас ещё и расстреляют обычным пулемётом. Или зажмут куда-нибудь и вообще затаранят, если что. Можно в здании будет её пропечатать. Я думаю, у неё, скорее всего, урон пройдёт. Любая авиация вас разносит. Любое фугасное воздействие. Даже, вот видите, в два пикселя вам может попасть снаряд от зенитки. И вас спокойно тоже уничтожит. Короче, машина, которая, не сказать бы, что дарит отличный геймплей, который понравится всем. Но всё же она на что-то способна. В некоторых ситуациях может и правда вести две цели одновременно. Два фрага можете сделать. На каком-нибудь, я не знаю, огненной дуге, например. Тоже её можно было бы неплохо реализовать. Но, к сожалению, нам она в этот раз не попалась. Так что я считаю, что Хризантема достаточно спорная машина в плане эффективности. Не всем она подойдёт. Не всем нравится такой геймплей, который она дарит. Но недооценивать её не стоит. Своим мнением по поводу Хризантемы делитесь в комментариях. Я их обязательно почитаю. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал, если ролик вам понравился. И нравится данный формат обзоров в формате лайф. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где проводятся голосования, на что следующее делать обзор. Также не забывайте пользоваться моей реферальной ссылочкой, если донатите в Endless Edward Thunder или в Crossout, чтобы получить небольшую скидку и мою блогерскую наклейку в подарок. Ну а если вы хотите меня поддержать напрямую, получать ранний доступ к видеороликам, без цензуры их смотреть, смотреть эксклюзивный контент, прохождение игр, также лайв-форматы, то подписывайтесь на мой бусти, если есть такое желание. Все ссылки есть в описании. А с вами был Паша Фриман. Всем удачи, счастливо и пока-пока.